МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кем я только в рамках своей программы делал по плечу не был. Ногти делал, по стройке я гулял, собаки меня кусали, и даже меня эвакуировали пожарные, на веревку спускали одним человеком. Сегодня полный эксклюзив. Я отправляюсь в парк техники, чтобы выяснить, что за профессия военный водитель. Ну а вы пойдемте со мной. Это будет здорово. Рассказывать мне о том, как же живет парк военной техники здесь в Сарове, будет человек, который этой техникой, в общем-то, и заведует. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Как правильно звучит ваша должность здесь? Заместитель командира воинской части по вооружению, начальной технической части. То есть все, что здесь... Это все ваша вотчина? Отвечаю я своей головой. Владимир, скажите мне, пожалуйста, кто такой все-таки военный водитель? Это какая-то особенная категория военных? Или это как гражданские, ну, просто водят военную технику? Военный водитель должен отличаться и отличаться своей, во-первых, дисциплиной. Дисциплинированность раз, скромность, вежливость, корректность. Скорость не превышает. Тортичность. Соблюдение правил дорожного движения – это у него залог его успеха всей службы. И чем же рулят, скажем так, водители здесь у нас в Сарове? Если на данной площадке у нас техника разнообразная, марки «Урал», большая грузовая марки «Газ». Техника на базе обычных гражданских машин, ну, имеет военную атрибутику какую-то. Секретно или не секретно, сколько всего единиц? Я имею в виду вообще всего-всего-всего в вашем подчинении находится единиц техники. Вместе «Уралы» там, танки и так далее. В нашем хозяйстве находится порядка 200 единиц. Все готовы в любое время выдвинуться и оказать помощь, где она потребуется. Это самый большой парк в Сарове, наверное, получается? Парк самый большой, уникальный вообще в внутренних войсках. Любая из 200 с небольшим единиц техники в любой момент времени готова завести ключ и поехать. В любой момент времени. То есть вот есть даже хранилище техники, которое находится сейчас на своих стоянках. По любой команде водитель запускает двигатель и готов выдвинуться, куда его обратить родину. Можно ли сказать, что водитель в армии – это в некотором смысле привилегированная или почетная? Это почетная, это лицо дивизии, это тот человек, который постоянно по городу показывает наши достижения, нашу красоту. Чем занимается рядовой водитель целый день? С чего начинается день, чем он заканчивается? Прибывает в парк, получает ключи от своего автомобиля у дежурного по парку, совершает рейс. Возвращаясь в парк, заезжает на пункт заправки, который у нас находится. Машины все заправлены всегда? Заправлены. Полный пункт заправки. На пункт заправки. Дальше у нас пункт чистки и мойки. То есть мойка в простонародье. Машина моется. Если есть необходимость, заезжает на площадку обслуживания или, если простонародье, автосирис обычный. Вообще, за время съемки нам то и дело приходилось тормозить процесс и уступать вместо машинам. Движение на территории парка не прекращается ни на одну минуту. Рычат моторами УАЗы, КамАЗы, ГАЗы и Уралы. Ничего не простаивает. И, кстати, время от времени солдаты, ну, которые не водители, тренируются на выполнении норматива по загрузке в кузов машины. Вообще, все в армии очень дисциплинированно. И на все есть своя команда, что самое главное. Когда тебе говорят, к машине, это не значит, что надо в машину залезть сразу, надо подойти к ней. А когда говорят, грузимся, и все сразу начинает подниматься. И все от вымерено до мелочей. Очень круто. Это выглядит со стороны, не знаешь, как там внутри, когда ты служишь, никогда не занимался. Но со стороны это выглядит здорово. Будем выполнять норматив. По посадке личного состава в кузов автомобиля. Сколько по времени это должно занять? Минута, минута, тридцать две минуты. На 21 человек. На 21 человек. Пришло время самому попробовать, насколько сложно забегать, насколько сложно это все делается. Попробую ложиться в означенное время. Владимир, командуйте. Машине! По местам! Слушайте, я, наверное, зря не служил в армии в свое время. Но сейчас очень страшно, боюсь, что меня сейчас заберут и увезут куда-нибудь. Честное слово. Лишь штаб едет, думает о службе, о родине. О доме. О доме самое главное, о семье. Ну что, здорово. Пойдемте дальше. Спасибо. Признаюсь, я очень хотел, чтобы этого стального монстра нам для программы выкатили, показали и дали в нем посидеть. Когда Владимир сказал, что мы отправляемся в кангаром с бронетехникой, мальчишка внутри меня возликовал. Просил прокатиться по территории. Не разрешили. Причина, кстати, весомая. Есть школа в Санкт-Петербурге, поселок Лембово, которая занимается подготовкой водителей БТР. Именно подготовкой. То есть нельзя просто прийти срочником? Нельзя. Просто из гражданки прийти и сказать, я хочу управлять данной единицей. Просто нельзя. Есть у нас также нормативы и с бронетехникой, но они для определенных условий имеют подготовки более четкой, грамотной. И экипаж, который задействован в посадке и высадке лечиталов, он должен быть, в первую очередь, обучен по сравнению с автомобилем, который у нас грузовой мы выполняли. К машине, по местам! Ногу ставим, забираемся. Ногами можно вставать на ваше сидение. Я вам хочу сказать, что здесь категорически мало места. Я даже не знаю, как поставить ногу, но, видимо, это надо учиться очень долго. Учиться, учиться, учиться. Но это реально. Руль оказывается в том месте, где, если его долго-долго крутить, может натереть. В одном месте. Мне говорят, что я, наверное, полноват. Дорогие друзья, я, на самом деле, сейчас исполняю свою, пожалуй, наверное, детскую мальчишечью мечту. Но кто из нас в детстве не хотел посидеть в боевой машине в БТРе? А еще сейчас обзавидуются все те, кто в детстве мечтал быть танкистом. Настоящий танкистский шлемофон. Во! Класс! Так, да, примерно, звук? Пришло время десантироваться из машины. А этот люк, в который голову засуну, очень маленький. И через него либо ранены, либо при военных действиях отсюда высаживаются солдаты и начинают везти огонь по противнику. Сюда мне говорят, что толстеньких сюда не пускают. Толстенькие – это я. Сюда меня и не пустили. А еще с переходом в Росгвардию парк начал пополняться самыми последними новинками техники. Первым на службу заступил вот этот красавец Урал. Техника по своим характеристикам очень маневренная, подвижная, универсальная, проходимая. Под капотом достаточно лошадиных сил, чтобы целый табун, чтобы преодолевать любые броды. Здесь, я так понимаю, вообще все просто, как в автобусе. Залез, занял место, передал за проезд – едешь. Ну, здесь как бы, да, все как в хорошем автобусе. А на месте водителя? О! Действительно, все такое новое, мягкое. Данная единица, конечно, будет отдана наиболее добросовестному водителю. Не каждый водитель достоин данной машины, потому что здесь есть много датчиков, которые в обычных гражданских автомобилях, даже вот датчик усталости водителя присутствует на данном автомобиле. Вы посмотрите, уважаемые телезрители, здесь, в этой военной технике, новой, которую отдали Росгвардии, вручили торжественно, есть двухдиновая магнитола. Здесь нужно клипы смотреть. Здесь есть датчик, который позволяет понять, что водитель слишком долго едет. Но самое клевое в этой машине, вы даже не поверите, вы даже просто себе этого не можете представить. Самое клевое в этой машине не только просто амортизирующее кресло. Клево то, что оно, как мне сказали, подстраивается под вес водителя и позволяет ему настолько комфортно ехать, что вылезать из этой машины не захочется ни при каких обстоятельствах. Владимир, спасибо огромное вам за то, что мы сегодня с вами, во-первых, встретились на вашей территории. Спасибо большое за ликбез, за экскурсию и за возможность посидеть в военной технике. Возьмете меня к себе водителем? Вас мы возьмем, но вам необходимо, конечно же, набрать вес максимум 70 килограмм. Рост у вас идеальный даже для бронетехники, поэтому... Ну и приходи, дело будет по плечу. Спасибо большое. Не за что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова